Не прошло и недели, как Алексей Антелликаторов избавился от многолетней приставки, исполняющей обязанности, и был утвержден на заседании Воронежской городской думы в должности заместителя главы Воронежа. И уже сегодня утром он провел успешную операцию по прекращению функционирования злосчастного мини-рынка «Остужевский». Отключив электроэнергию и обесточив торговые точки, с помощью спецподразделения ОМОН и Росгвардии начался о демонтаж незаконных торговых сооружений, владельцы которых длительное время боролись всеми доступными способами с мэрией Воронежа, чтобы сохранить свой бизнес на прикормленном месте. Что вы застали? Во сколько вы пришли на рабочее место? В 8 часов я пришла на рабочее место, увидела, что все контейнера начинаются скрывать. Манекены пустые стояли на улице. У меня был шок. Это все произошло неожиданно, так как мы должны были работать до 1 марта. Мы продавцы, мы работяги. И нас составили безрабочее место. Это будет на совести нашей администрации. Общее количество нестационарных торговых объектов на «Остужевском» – 82 единицы. Собственники 66 из них так и не были определены. Против 16 владельцев с железнодорожным районным отделом судебных приставов по городу Воронежу возбуждены исполнительные производства об их демонтаже. После просьб предпринимателей дать им время для вывоза товара, администрация города пошла им навстречу. Как объявил заместитель главы Воронежа Алексей Антелликаторов, работы по сносу будут обязательно продолжены и завершатся весной благоустройством территории. Всем желающим продолжать свою предпринимательскую деятельность в сфере торговли – на выбор предложены места на других рынках и ярмарках города. В администрацию Воронежа поступали многочисленные жалобы от жителей домов, расположенных в непосредственной близости от мини-рынка, о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Мы подошли и обслужились. И хлебушек, и колбаски. То есть вам было удобно? Вы не считаете, что здесь какая-то антисанитария была? Это другой вопрос. Антисанитария – да, антисанитария. Но то, что нам было легко обслуживаться – другое дело. Несмотря на развал и хаос, некоторые торговые точки продолжали свою деятельность. А скажите, а вы не убираете товар? Вы думаете, вас не снесут или как? Да вы понимаете, мужчина, просто нас никто не предупреждал. Мы пришли, у нас полный киоск товара. Мы за закупками новогодними занимаемся, понимаете? И то есть мы пришли, а нам перед фактом поставили, что мы должны убраться. Судя по новостям из интернета, то есть я как бы знал, что проблему с рынком будут решать весной. Мэр нам сказал, гусь. То есть проблему с рынком будем решать весной. Но сегодня нас поставили перед фактом, понимаете? То есть что мы можем сделать? Мы физически ничего не можем сделать. То есть как бы нас просто обманули. То есть вот, что я могу сказать? А нас обманули, и все. То есть вот видите, сколько товара. Здесь товар на очень большие суммы, понимаете? И как я здесь все уберу? Я ничего не могу здесь убрать. То есть мне, конечно, они шантажируют, что, мол, мы сейчас бульдозером придавим, раздавим. Я не знаю как. Ну посмотрим, как что будет дальше. Управлением главного архитектора разработан проект благоустройства и озеленения территории не только сносимого мини-рынка, но и прилегающей к остановке общественного транспорта Остужева на Ленинском проспекте. Сейчас здесь идет бойкая торговля с коропортящимися продуктами питания, в том числе и мясом. И даже несведущему в вопросах санитарных норм человеку вполне очевидно, что нарушения здесь хоть отбавляй. Ситуация парадоксальная. С одной стороны, администрация все-таки справилась со Стужевским Шанхаем. А рядом, на глазах у всего честного народа, творится не менее откровенный беспредел.